Ссылка на страх апеллирует к иррациональным эмоциям, боязни последствий, которые может привести несогласие с оппонентом. Эта ошибка известна также под названием «ссылка на силу», «палочный довод» или «апелляция к городовому». «Почему ты взял две конфеты?» – спрашивает младший брат. Их же всем по одной. Сейчас как дам больно, отвечает старший, и вопроса как не возникало. Понятно, что к логике этот ответ не имеет никакого отношения. Стоит вспомнить, как члены Синедриона не решались обвинить апостолов Петра и Иоанна во лжи, поскольку весь народ был свидетелем истинности того, что они проповедовали. «Отнюдь не верю, что от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо не в углу это происходило», – скажет впоследствии царю апостол Павел, Деяние 26 глава 26 стих. «Но, не желая отступать, народные вожди не гнушались палочной аргументацией. И мы читаем, приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил священник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени Семь? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. И, призвав апостолов, били их, запретив им говорить об имени Иисуса, и отпустили их». Деяние 5 глава 27, 28 и 40 стих. Такой подход – довольно распространенный метод общения властей со своим электоратом. Так теперь называется то, что раньше звалось гражданами, народом или просто людьми. К сожалению, не чуждено для тех, кто наделен церковной властью. Даже богословские споры Первого Вселенского собора 325 года не обошлись без данного способа аргументации. Вот как описывается это в истории собора в Григории Орлова. «Уважаемый епископ был Николай, святитель ликийского города Мир. Он славился высокую добродетелью, милосердием своим сраждущим, силой чудотворной. Не стерпев богохульных слов Ария, он ударил его в виду всего собора, за что был лишен епископского сана, но сан был потом возвращен вследствие небесного видения. Наша церковь глубоко чтит память великого святителя Николая Мирликийского, чудотворца. Мол, бить за слова нехорошо, но если слова эти нам не нравятся, а бьющий наш человек, то можно и даже похвально». Кстати, это тот самый Николай Угодник, специалист по богословским дискуссиям, угодивший в челюсть оппоненту сегодня, общеизвестен как Санта-Клаус. Писание учит, что «никакой страх перед людьми не должен заглушать нас страх Господень, который есть начало мудрости». Псал 310.10, притча 1.7.9.10. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гиене, говорит Спаситель». Евангелие, 10 глава, 28 стих.